Проект «Школа депутата» был создан решением Президиума Брестского городского совета депутатов 27-го созыва. Занятия в школе предусматривают несколько блоков – правовой, экономический, социальный, идеологический. Специальные курсы призваны познакомиться с спецификой работы законодательного органа и обрести навыки, которыми должен владеть народный избранник. На местном уровне мы решили начать, посмотрим, как эта инициатива будет воспринята депутатским корпусом, ну и затем будем выходить с предложениями на более высокий уровень. Ну и, может быть, в парламенте тоже подобного рода школы будут, идеи поддержаны. И в рамках школы депутата при парламенте, в палате представителей, в Совете Республики что-то подобное тоже будет. Первая совместная лекция состоялась на базе городского совета депутатов. Как для студентов, так и для действующих народных избранников обучение в школе – это прежде всего полезный для обеих сторон диалог. Уверен, что она расширит кругозор депутатов. Эта школа поможет им получить тот багаж знаний, теоретических знаний, который поможет им решать повседневные вопросы, решать те проблемы, которые высказывают люди в обращениях своих, ну и решать те основные вопросы, над которыми работают депутаты и будут работать вот в 28-м созыве. Школа направлена не только на самих депутатов, а прежде всего как платформа для обмена опытом между депутатами настоящими, которые сейчас свои полномочия, и молодежным парламентом, которые в будущем, возможно, планируют стать кандидатами, ну и в дальнейшем, если поддержит население, то и смогут себя более полно реализовать уже, скажем, на профессиональной основе в качестве депутатов, местных советов депутатов. Депутат – это первое связующее звено в цепочке взаимоотношений гражданин-власть. Народный избранник в каком-то смысле и адвокат, и юрист, и экономист, и просто тот, кому верят люди. Он реагирует, помогает и решает проблемы разной направленности. Способствовать решению вопросов занятости населения, молодежная политика, работа с ветеранскими организациями, способствовать горысполкому в решении вопросов выполнения социально-экономических показателей, социально-экономического развития города, благоустройства города – это обязательная тема, и, конечно, вопросы обеспечения безопасной жизнедеятельности для населения.